Белым снегом Белым снегом Ночь метельная Тустюшку забила Так, друзья, сегодня у нас 20 января Сегодня тепло, минус 20 И прогулки по зимнему саду Серия номер 1 уже была Это будет серия номер 2 Мы будем просто ходить и смотреть, смотреть, смотреть Все подряд И делать какие-то выводы Почему? Меня все время упрекали в том, что я Чуть ли не делаю дикий сад Потому что если я говорю, что в саду Работы надо свести к минимуму Это как будто дикий сад А вот культурные надо все Вот смотрите, перекопать Я заменяю слово изувечить Опрыскать Я заменяю словом уничтожить Есть такое выражение Костлявая рука смерти Это касается традиционной технологии А мы с вами Ничего этого делать не будем И многим нравится именно это Я надеюсь, что моих сторонников прибавится Но наблюдение это гораздо шире Давайте смотреть Кстати, видите, вот эти как бы ворота Почему сказать? Когда здесь хороший урожай абрикосов Вот два дерева, да? Ветки на земле лежат А это же проход официальный Приходилось Приходится делать так Потому что приходилось становиться на четвереньке Поверите? Опускаются ветки Теперь давайте смотреть Значит, первое, что бросается в глаза Ага Смотрите Вот это вот штамп дерева Так И вы скажете Ольга Костянович Где же ваше это? Почему Столько ран На нем не ран А веток отрезанных Вот А еще существуют Такие вещи Как Желание Сделать именно такой штамп официальный А я его не делаю Он у меня такой Получается А вот Такие вещи случаются Сплошь и рядом Нижние ветки Отсыхают Но Заметьте Я никогда не делаю Ран на кольцо Так называемых Вот таких Я всегда оставляю Вот такие вот Сучки Вот Эти сучки В какой-то степени Предохраняют Организм Дерево От замерзания Видите К тому же Никогда не делаю Побегку Свет коры Наиболее Принимающий Солнечные лучи Даже зимой Вот сейчас Девять утра Десятые И встает солнце Скоро встанет Это Сибирь Так Вон оно За горы Скоро появится Так вот Свет коры Даже Зимние лучи Вы же В автомобилях Сидите Зимой В них Особенно В современных Большие такие Стекла Он Хорошо освещается Солнцем И внутри Всегда на несколько раз теплее Даже морозы Почему Даже когда Тучами закрыто небо Заметили Все равно В этих Как они называются Все равно В теплицах Тепло В парниках Теплее Вот А автомобиль Тот же парник Так вот Принимает тепло То есть даже зимой Солнце Солнечная радиация Это тепло И мы Берем Не мы А вы Берете И белите деревья Это величайшая ошибка Белое Белое дерево А вот кстати А снег отражает Он белый Отражает Солнечный свет Если бы Он был бы черный Он бы уже давно растаял Да Ну не давно растаял Но Он бы Раньше бы растаял Так Ну что идем дальше Смотрим Итак Цвет коры Это святое Его нельзя делать белым Тогда Дерево будет Лишь Сильнее Охлаждаться И хуже Переносить зиму И быстрее Умереть При прочих Равных обстоятельствах Вот это Я надеюсь Вы меня поняли Следующий момент Обратите внимание В саду Зимой Делать Почти нечего Не зря тут Почти не тропинах Это собака Вот снова собака Вот Не тронутый Наст Почему Есть такие Телеканал Бобер А там есть Клоуны Только они Называются Дачи феи Вот Они Устроили Пляску Уча нас Как спасать Деревья То есть мы должны Обратите внимание Вы можете представить Что вот это вот А еще вот это вот Вот туда смотрите Вот до того дома А еще на той стороне Такой же участок Что все это вытоптать Глупо Глупо Хотя это дальше участок Это не промышленный сад Вот Вот И хотя это все глупо Заставляет нас это делать Так Вот Крайности Есть такой сад Крутовского Там Вот Такое дерево Допустим Вот такое вот Ну То что я видел Да Засыпают Высоко Высоко Снегом А вокруг Получается Черная тропинка Это Называется Защита от Мышей Нормальный Хороший способ Только есть одно но Яблоки А она потом дольше Это дерево Будучи засыпано Снегом Оно дольше оттаивает Дольше Находится Основание штамба В снегу И быстрее Сгнивает Особенно Касается абрикосов То есть наоборот Не нагребать На абрикосовые деревья И груши Я специально Ставился Именно возле груши Почему Про абрикосы Еще знают Что слабое на выпривание Вот Поэтому Якобы Не держат морозы На самом деле Они подгнивают У них получается Как бы Меньшая морозостойкость На самом-то деле Причина Не морозостойкости А причина Выпривания Корневой шейки И вот Груши Это Копия абрикосов У них Та же самая проблема И вот мы стоим Почему мы На узе груши стоим Ее легко загубить Вот сейчас Досыпать ее снегом Вот так На полметра выше Казалось бы Спасаем от мышей Все это возраст Кстати, мыши не грызут Они грызут до 5-6 лет Вот А я видел Что в саду Крутовского И взрослые спасали Почему-то от мышей Но там ясно было Почему-то Они Стелющиеся формы Были И у них Дерево Практически все Под снегом-то и находится Естественно Мыши добирались Не только До толстой коры В основании Но и до скелетных веток Если это все Устроить В виде стелющейся Видите сколько Я вам наговорил Проблема Если я упомянул Мышей Да Не вытаптывая снег Это еще Почему-то Эти феи Ну кто-то их научил Кстати Куропатка тут жила Это я старый охотник Говорю Вот она Ага Так Ладно Не отвлекаемся Так вот Значит Еще раз Наст Должен быть неприкосновенный Все что они плясали Они назвали Снегозадержанием Глупость невероятная Вот Я ходил Я все время пытаюсь Что такое Снегозадержание С помощью этапта Я так и не понял Вот он лежит И никуда И никуда не собирается уходить Хе-хе-хе Хе-хе-хе Так Вот здесь вот Это Сергей Железов Сергей Железов Питомник Он зимует на морозе Это тоже мировая сенсация Потому что здесь сорта Не виданные вообще в Сибири. Вот если я начну рассказывать про абрикосы 100-граммовые, про чёрный абрикос, про эти сливы крупнейших размеров, вкуснейшие, венгерки, ринклоды, если я вам начну рассказывать про персики, которые зимуют на морозе, я вам показывал первую передачу. Так, это всё правда, но верится, конечно, с трудом. Сейчас ущипну себя, а это Ранецкий. А на самом деле это питомник Железова Сергея. Он замечательный чем? А, кстати, про мышей закончим. Вот здесь вот, потом покажу уже, будем снимать прямо на компьютер вместе с моими, с тысячами фотографий. Не испугал вас, с тысячами. Вот здесь по окраине, а там со стороны соседей питомник-то, он под чёрным паром, это я залужаю сад, а питомник нет, он должен протяпываться. Куда деваться-то? Саженцы начинаются с нуля. Показать вам нулевое? Смотрите. Вот. Нет, это однолетки. Это уже рассажены. Видите, они в горшках. Обратили внимание, да? Сильнейшую обрезку обратили внимание. А это, ещё раз, по, всё отвлекаясь, по окраинам вот этого забора, по краю, укладываются бутылки с отравленным зерном. Конечно, негуманно. Но мыши так любят вот эти вот заворские, прямо в смысле, сорта. Тут есть сорта из Канады, из Франции, вот, с Дальнего Востока, Китая, отовсюду. И вот приходится их буквально в смысле не пускать. То есть по бутылке выкладываются по периметру. Тут вообще чёрная земля, а они чёрные земли не любят и в ней не живут. Им нужно не тронутый дёрн. Там у них ходы, там они незаметны. Вот, там подрядили. А это как раз соседи. Они, вот здесь вот у них залужена. С той стороны залужение. Вот это, то есть санведем станция, покупаете зерно, берёте обыкновенные пластмассовые бутылки, литровые, полуторалитровые, чуть-чуть расширяете горло, чуть-чуть, чтобы мышь могла пролезть, и там спокойно покушать этого травмного зерна. Что такое, я буду говорить всё подряд, не разбирая, что такое кочущий питомник. Вот эти деревья, вот эти вот, видите, вот, это маточный сад. Начинался он с питомника. Видели, как это? Самые мощные остались навсегда. И когда-то они были вот такими вот, вот такими вот, потом вот такими вот, и у меня фотографии, питомник вытесняется, вот такие вот подрастают, на них уже, я показывал, ещё покажу, прямо уже висят груши, груши, там яблоки висят, вот, у меня тут висели персики на войлочной вишне, прямо питомники, почему? Да взяли, на второй год начали это, плодоносить, ещё не проданные, вот так. И тут же подсаживаются, смотрите, вот это уже не будет продаваться, поздно, смотрите, видите, поздно, остаётся навсегда, с них берутся черенки, так, вот, на прививку, ещё раз говорю, это матричный сад, вот они, черенки, самых лучших, самых сладких груш на планете, а тут же рядом, эти не были осенью проданы, но будут проданы весной, осенью обострение слабое, а весной обострение сильное у садоводов, я в хорошем смысле про обострение, так, вот, и тут же, смотрите, подсаживались, уже вот они, вот эти, которые обрезаны, это они, это подсаживание, наполнено обрезанное, это мой метод, раз подсажены, весной на коленках будут привиты, осенью обрезаются, и у меня, а сейчас у Сергея Железова за все годы из тысяч пересаженных саженцев, видите, это абрикосики, манджурские, из тысячи пересаженных саженцев никогда, ни один подсаженный осенью за зиму не погибал, и не погибал, в принципе, есть ли секреты, да, есть, смотрите, это склон, видите, а раз это склон, значит, когда начинается весна, тут не то же снегозадержание, слава богу, этот снег быстрее сойдет, основание штампов груши, повчеркиваю, и абрикосов, вот их полно, видите, основание штампов груши и абрикосов, самое вредное, опасное, они быстрее освобождаются от снега, и не мокнуть, вот, а, демонстрирую вам абрикос в виде маточного дерева, смотрите, вот это все было срезано, и весной будет привито на эти, это культурный абрикос, бай, будет привит на маньчжурские абрикосы, те, которые вы видели, вот, такие дела, и, что еще, а, ну все, не отвлекаться железом, не отвлекаться, а, вот, кстати, ну ладно, еще одно покажу, маточное дерево, вот, это амур, смотрите, видите, как, как он это, обрезан, обрезка сильнейшая, остается ровно столько, чтобы развивались ветки в следующем году тоже, ну, еще пройдемся, дело в том, что есть такая вещь, которая бы, не зная которой, очень легко оказаться у разбитого корыта, вот, показываю, вначале здесь, покажу, знаете, у меня больше полчаса не получится, уже по опыту, на морозе быстро садятся батарейки, раз, может это случиться буквально в эту минуту, а максимум 30 минут, это по опыту, и просто через 30 минут он сам отключится, это встроенная видеокамера в фотоаппарате, вот этот участок мы прикупили, вот он, вот, это участок номер 3, а номер 2 вон на той стороне, не, не той стороне реки, а вот через, сразу за дорогой, вот, вот это, геопатогенная зона, здесь, погибают деревья, а я посажу очередной, видите, мне интересно, у меня есть фотография, собака, прямо, разлеглась тут, наша собака, эта самая, которая с коровскими ногами, как она, вот, и почему-то здесь, вот здесь я учу своих учеников владеть биолокационными рамками, у меня тут и там еще такое место есть, там целая грядка погибала, вот, пока я не научился, я не обладел этим искусством, я имею ввиду лозоходство, или по-современному биолокация, так вот это место, где ничего не растет, вот здесь рамки вращаются как бешеные, вот, и будем считать, что это начало обучения, у меня есть фильмы про обучение, я специально людей обучал, я их фотографировал, при этом снимал фильм, рассказывал, а пока коротко, есть такие места, никогда ничего растить не будет, и если вы здесь, каким-то чудом был бы дом и поставлена кровать, значит, этот самый марш, который, как этого, Шопена, там, там, тарам, там, тарам, тарам, та-там, та-там, вот он бы играл гораздо чаще, он и так часто играет, миллионы людей умерли от этого, не зная, наука считает биолокацию, наука считает теорию биополей, теорию свертельных биополей, так называемых, гепатогенных зон, ГПЗ, считает глупостью, считает лженаукой, а она на самом деле есть, вот сейчас я вас покажу, ну, например, вот так, смотрите, это соседи, вот этот участок, где березы растут, мы пытались у них купить, но они сказали, 50 тысяч, это было лет 6-8 назад, они сказали, что 50 тысяч за сотку, надо было полмиллиона, полмиллиона мы не нашли, а хозяева цены скидывать не собирались, и пришло время, и он стал практически неусвояемый, это вам не 2-3 килограмма легкоусвояемого кролика, вот, это неусвояемый участок, и мы с вами, не заходя туда, сейчас немножко с ним разберемся, вот, прямо через этот забор, вот, смотрите, где тут место получили повыше, значит, когда вы будете брать участок, это мой практический совет, биолокатовщиков, старого, опытного, чуть не сказал, мудрого, такой старый, мудрый вождь, смотрите, мы его не купили, тогда березки были маленькие, они быстро растут, там, где растут березки, там прекрасная земля, там можно растить те самые 100-граммовые абрикосы и прочее, кстати, вон там Енисей, отсюда до него метров 200-300, считается, что он греет нас, на самом деле не греет, температура давно уже ноль, но это отдельная тема, отдельные разговоры, замеры, вот, а вот здесь, обратите внимание, хотя сюда не ступала нога человека последние 10 лет, вообще, то есть, ни лопаты, ничего, посмотрите, как получилось, где-то семечки взошли именно березы, и вот она, будем считать, это лучшее место, вот это вот, видите, вокруг, как называется, это есть, как мы ее называем, господи, высокую сухую траву, вот память, ну, видите, о чем речь, это просто, сейчас, секунду, ой, сейчас, не дай бог, кончится, что-то моргать начинает, моргает, в общем, быстрее говорю, короче, это место хуже, а вот здесь поляна, на ней ничего не растет, это есть худшее место для дома и для сада, подробнее говорить не могу, моргает сейчас, остановится, вот, не выдерживает мороза батарейки, и, не дай бог вам тут, то есть, вы уже должны ориентироваться, вот, берете участок, вы должны знать, ничего не растет, не вздумайте дом там строить, и не вздумайте сад садить, уже вот, где березы, но их же не было, это же бывшее картофельное поле, то есть, все было бы вслепую, значит, овладеете рамками, и тогда у вас жизнь, этот, все будет в жизни хорошо, рамками овладеете, вы будете зрячим, пока это невидимые биополя, невидимые гипотогенные зоны, смертельные для человека, вы не знаете, самое страшное, это на дорогах, мы с вами освоили скорости до 100-150 км в час, и при этих скоростях, когда дорога, она пересекает гипотогенные зоны, еще как, и везде пересекает, и в результате получаются смертельные ловушки, то есть, у каждого десятого человека, это свойство каждого десятого мозга, даже молодого, здорового, бога я, мозги не выдерживают пересечения гипотогенными зонами, чуть-чуть нарушается действие мозга, человек или на обочину, или в встречную машину вырезается, такие места знают гаэшники, не зная природы, они по статистике, зная, что в этом месте регулярно сталкиваются машины, в лоб, ставят предупредительные плакаты, даже больше ничего не знают, не умеют, я с ними разбирался, абсолютно невежество в этом плане, они простительные, потому что для науки геопатогенная зона не существует, здесь куда иду, тоже есть геопатогенная зона, а пока для чего мы сюда идем, смотрите, сколько мне времени осталось, если не отключится, сейчас, о, еще целых 9 минут, если батарейки до конца не сядут, вот это манжурский абрикос, вот, это манжурский абрикос, почему он такой, ну, получилось так, что он, ой, отдельная тема, как они оккультуриваются, но при этом теряет морозостойкость, раз, что мы здесь еще можем увидеть, мы можем увидеть, что, когда делается вот такая сильная обрезка, она называется обрезка на омоложение, дерево тут же обрастает, куча веток, можно ли их использовать на прививку, нет, нельзя, если бы вы могли, у меня есть специальные фотографии, где все видно, вот, а здесь получаются неполноценные почки, вот они, пока это коротко, теперь везде и всюду, видите, манжурский абрикос, манжурский абрикос, они из сеянцев, они все разные, вот, никто им штамбы не делал, но потом, когда отсыхали ветки, я их отрезал вот так, вот, смотрите сюда, нигде никогда не делал раны на кольцо, это вопрос принципиальнейший, это вопрос долгожительства ваших деревьев, и потом, деревьев, которые не калечишь, их потом не надо, я железу клянусь, богом, что последние годы, вот это лет 10-12, они, кажется, летом вообще огромными, да и сейчас, кажется, не мелкими, вот, тут в основном абрикосы, еще и груши, вот, но в основном абрикосы, это в этот участок, и все эти годы, не считая первых, второй, третий год, пока здесь был питомник, длинные ряды, как там, лучшие из лучших оставались навсегда, или наоборот, которые не хотели брать, морду воротили, и такое было, они вырастали, будучи ни разу не присажены, максимальное здоровье, раз, вот, густовато, поэтому такие вот они устремляются в небо, два, никогда клянусь Богом, я это гордо говорю, я верующий, я не треплю языком, когда вспоминаю Бога, вот, когда, мне скоро уходить туда, к нему, так вот, был это, 70 лет, как называется, юбилей, так вот, друзья, значит, что я, о чем я хотел поклясться, в том, что я ни разу, с тех пор не опрыскивал, ни разу не удобрял, ни разу не, плевал, урожай выдели, мы днем, сколько у меня, вы, когда зайдете ко мне на сайт, набираете, то есть, слово сайт Садова Дожелеза, вы увидите эту, сказочную картину, которой я сам до сих пор не верю, вырастил и не верю, сейчас, ущипну себя, до боли, вот, очнусь, ранетки, 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 они абрикосы, лучшая сорта, в мире, до 120 грамм весом, так, представьте себе, 10 абрикосиков, весом больше килограмма, можете представить, вот, попробуйте, все это есть, все зафиксировано, все это задокументировано, вот, сейчас заканчивается наш поход, видите, как нетронутая, и еще, если останется немного времени, вот здесь вот мы, с моей, как ученицей, с этой, аспиранткой университета, как ни странно звучит, наука меня не признает, на учебу ко мне приехала, вот, если я сейчас разгребу, да, сколько-то времени осталось, это я уже разгребаю, вот, смотрите, там святое, там нетронутая, нетронутая, вот это все, смотрите, вот, видите, в течение зимы, все это перерабатывается, большая часть, этими, червями, и в результате, надо закопать, это я кощунствовал, но только ради дела, все, закапываю, закапываю, нету тут раны, для меня, нарушенный нас, это уже рана, это уже природа, значит, вот природа издеваясь, но мне все равно сюда надо выбраться, вот, но это официальная тропинка, только, недавно выпал снег, а до этого снега было полтора-два сантиметра, вот, и, здесь, в этом саду, чем хорошо, те, кто учат, берем грабли, целый сад, выгребаем, всю скоршенную траву, и листву, упавшую, вот, то есть, это я называю, дурью маяться, а учат те, которым нужно тот же фильм снять, взять грабли, показать, ля-ля-ля, красиво рассказать, получить свои сребреники, а потом еще вилами потыкать, сказать, вот так, скоротно давать будем, смеетесь, правильно делаете, потыкать вилами, чтобы вы потом, представляете, весь сад, вот этот, вилами стыкать, у меня ничего не придумали, и это первый канал, который имеет дочернюю компанию, бобер, вот так вот, все, время заканчивается, вот, наверное, больше сказать ничего не успею, но, мы еще сюда вернемся, тут персики, надо разобраться с ними, вот, еще кое с чем, да, мы сюда еще вернемся, друзья, давайте отсюда выбираться, через, 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 через 2-3 минуты, закончится съемка, как бы эти 2-3 минуты потратить, я аж растерялся, вот, я аж растерялся, все, зашло солнце, вот так выглядит, наша панорама, вот, жалко, можно было бы на речку сходить, попробовать, а вдруг выдержит, когда полца истечет, сейчас, она уж сейчас отключается, а следующий, вдруг, батарейки выдержит, тогда мы еще на речку сходим, сходим, я ищу, я ищу,